Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, я эксперт по управлению реальности. Я украинка, чем, собственно, очень горжусь. И сейчас, сегодня я хочу поговорить с вами на тему, откуда берутся деньги. Эта тема очень интересная, потому что я веду различные марафоны, один из которых называется «30 денежных действий». И очень много людей, когда слушают то, что я рассказываю, что будет на этом марафоне, что каждый день вы будете получать действие, которое может принести вам деньги, которое может помочь вам улучшить ваш бизнес, которое может дать вам классную идею, которое будет заставлять вас ежедневно действовать, потому что в заработке денег очень важно войти в состояние ресурса. Это как в спорте. То есть когда ты входишь в форму, когда ты набираешь обороты, вначале тебе всегда очень сложно, ты долго собираешься, раскачиваешься, у тебя нет подходящих кроссовок, у тебя болит коленка, у тебя геморрой в попе обнаружился. Но потом ты начинаешь, переживаешь первую крепатуру, и в какой-то момент ты, что называется, ловишь волну. Вот с деньгами обстоят дела точно так же. Все богатые люди, люди, которые зарабатывают деньги, в какой-то момент словили драйв. Не было ни одного такого человека, у которого бы получилось сразу. Но тут крайне важно включиться в этот поток и пройти своеобразное такое плато, когда не получается или когда не понимаешь, что делать. И большинство людей, в принципе, живут в состоянии того, что даже не пытаются. Так вот, люди задают мне вопрос. Оля, скажи, пожалуйста, вот если у меня нету бизнеса, возможно, нету работы, а может быть, я наемный сотрудник, может быть, я никогда вообще не понимал, как зарабатываются деньги, кроме того, как устроиться на работу и жаловаться на начальника, что значит, гад мало платит, не слушает, не слышит, не та нелюбимая работа, ну и так далее, да, у каждого есть свой набор каких-то вещей. Вот, вот а мне бы такое подошел марафон, что он мне даст, для чего он мне нужен. И я в преддверии этого марафона хочу вам сегодня рассказать, но речь пойдет не про марафон. То, что я вам сегодня расскажу, я очень надеюсь, что по крайней мере у кого-то заложат зернышко, которое начнет прорастать и в какой-то момент появятся веточки, и вы все-таки включите. Так вот, почему же вы не предприниматель? Почему же вы, ну, такой сотрудник, либо которого не жалко уволить, либо который работает за небольшие деньги, и, собственно, особого повышения ему не светит? Вот давайте с этим моментом разберемся, почему есть одни люди, которые волнообразно, вот так вот, вот так вот, да, с падениями и взлетами, но, тем не менее, зарабатывают деньги, да, это как в спорте, забивают, но возвращаются, потому что помнят, вспоминают, как было хорошо, как включались в поток, там, понимают, что на какой-то период времени выпали, но все равно включаются. Есть такое, ну, назовем это слово, поверье, что миллионеры, вот если вы посмотрите историю успешных людей, миллионеров или просто таких людей, как я, которые также зарабатывают хорошие деньги, это история про потери и взлеты, но все состоятельные люди, ну, давайте не будем прям все, но большинство людей, которые однажды зарабатывали деньги и потом терпели неудачи, все равно снова зарабатывали деньги. Почему? Потому что мозг так уже настроен, мозг настроен видеть возможности, ты просто сидишь и видишь эти возможности, и в какой-то момент волей-неволей ты включаешься и начинаешь это делать, то есть ты, ну, просто у тебя это получается помимо воли, это как человек, который когда-то там научился рисовать, да, и он уже давно не пишет картины, там, у него может быть вообще другая профессия, ну, если он берет карандаш, вот, да, или еще лучше, вот, петь, да, там, человек учился петь или танцевал в детстве, и вот он уже этим не занимается, у него совершенно другая жизнь, но каждый раз, когда он оказывается в какой-то компании, ему говорят, спой, пожалуйста, он говорит, да я сто лет, ну, пожалуйста, или станцуй, пожалуйста, ты невероятен, он говорит, ну, господи, ну, нет, и вот он начинает петь или танцевать, и все вокруг обворачиваются, потому что это уже такой навык, с деньгами история точно такая же. И если у вас нет денег, вы не умеете зарабатывать, у вас ничего не получалось с бизнесом, и вы попробовали аж один или два раза, и вы сидите и думаете, ну, какие денежные действия у меня вообще могут быть? Я вам расскажу секретик. Секретик, во-первых, заключается в том, что у вас не получалось или не получается сейчас, потому что перед вами, как бы, скорее всего, никогда не было примера. Пример. Вы находились в среде, где и не пробовали, понимаете? Где даже этого не пробовали. Где, например, родители говорили, там, закончи институт или школу, или техникум, иди устройся на какую-то работу, получай какие-то деньги стабильно, чтобы у тебя потом когда-то была стабильная пенсия. Возможно, вы видели родителей таких, или видели, как у родителей что-то не получилось, например, папа с мамой что-то попробовали, у них ничего не получилось, и вот вы эту модель видели, и вы видели, что деньги можно зарабатывать только на нудной работе, что вот по-другому, ну, у вас не было возможности видеть этих примеров. Например, моя мама, для меня ярчайший пример. Мама умела делать деньги, ну, впрочем, почему умела, и умеет делать деньги над всем. Я видела, как мама искала все возможности для того, чтобы зарабатывать. Не буду сейчас рассказывать, что я видела, как она делает на своей работе, где она работала. Я видела, как мама ездит и привозит какие-то вещи. Я видела, как мама находит в магазинах что-то подешевле, каких-то там в заграничных складах, и потом привозит это, упаковывает и продает дороже. Я видела миллиард, миллиард вариантов, которые придумывала моя мама для того, чтобы заработать деньги. И каждый раз, когда я говорила, что я хочу какую-то вещь, или там мы хотим на море, мама всегда придумывала, как под данный проект условно заработать деньги. Я всегда видела очень предпринимательскую маму и понимала, что не существует таких моментов, когда деньги невозможно заработать. Потому что мамина обычная зарплата была лишь маленьким, мягким придаточком к тем деньгам, которые моя мама успешно всегда имела возможность заработать в тех суммах, в которых могла. Но тем не менее, я в маме всегда видела этот предпринимательский опыт, чего, кстати, мне не довелось видеть ни в своем отце, ни в своем отчине. Но это уже совершенно другая история. Так вот, у многих из вас нет понимания, откуда вообще берутся деньги, кроме как на работе. Вот на работу пришел, и у многих непонимание, например, почему мне платят столько и не хотят меня повысить. Вообще нету такого понимания. У многих непонимание, как люди открывают бизнес. И есть набор таких действий в голове, что у них есть деньги, у них есть связи. Ваш мозг просто не раскачан на это. А как вы считаете, если бы вы попали в среду, где вам бы показали и рассказали, и на примерах другие участники, на своих же собственных, показали, как это работает, как мы придумываем идеи, за что платят другие люди деньги, как мы думаем. Ведь мышление человека, умеющего зарабатывать деньги, отличается от мышления человека, который постоянно сидит и думает. Например, сейчас, в не самый приятный период, заплатит ли какая-то страна, сделает ли она выплаты, или я умру. Даст ли страна Украина сейчас какие-то выплаты, или я умру. Делать ничего не могу. В стране война, у меня на руках ребенок, с работы меня уволили, или производство сокращается, и все. Мозг засовывает вас в огромный мусорный ящик, который закрывается и уходит на дно. И он возможностей не видит вообще никаких. А ведь возможностей миллиард. Я уже говорила о том, что в кризисные времена уходит только конкуренция, умирает только конкуренция. А умненькие, те, кто хотят работать, наоборот, забирают, во-первых, рынок, который остается, потому что многие уходят, а людей, желающих что-то покупать, пользоваться какими-то услугами, товарами, все равно много. Вы можете посмотреть по своим знакомым, и вам может показаться, что все, им уже ничего не надо. Но помимо ваших знакомых есть огромное количество людей, которые имеют деньги, которые имеют желание, и которые в любом случае живут. Я всегда поражалась нашим людям. Помню, когда я была значительно младше, и когда я там еще мало что понимала про заработки, всегда поражалась. Все вечно ноют, что нет денег, но при этом никто же не умирает с голода. Люди даже умудряются ходить в кино, умудряются покупать себе какие-то вещи, дарить друг другу подарки, даже ремонты умудряются делать. А некоторые особенные люди даже откладывают деньги, которых у них нету, и покупают себе квартиры. То есть у нас очень интересная такая, знаете, голова. Так вот я хочу объяснить вам, что если вы получите доступ и возможность посмотреть, с чего делаются деньги, как думают люди, у которых есть деньги, что у них происходит, как они, вот вам надо завестись, знаете, заразиться, да. Мы все носили маски несколько лет, и тут еще в Италии, кстати, продолжают носить, от коронавируса, да, чтобы не заразиться, мыли руки и так далее. Так вот денежным вот этим, не только мышлением, но и привычками денежными нужно заразиться, нужно побыть среди тех людей, которые так живут. Потому что, вот знаете, например, у меня вот этот опыт сейчас, новые переселения, я на данный момент пока еще нахожусь в Италии, он меня свел с большим количеством людей. И вот, например, Юля, девушка, с которой я стал жить вместе, вот так у нас сложилась неинтересная история, она писательница, она очень вкусно готовит и пишет как раз тоже очень много о готовке. и у нее есть очень много моментов по домашнему уюту, по сервировке там блюд, которые она подает. Она очень заморочена в каких-то вещах, в которых я абсолютно не заморочена. Но я, безусловно, находясь рядом с ней, начинаю чем-то напитываться. У меня тоже появляется желание там больше этому уделить внимание, что-то у нее подсматриваю, она мне какие-то дает интересные советы, идеи. Мы все равно, когда находимся рядом, впитываем друг друга, понимаете? Впитываем, даем друг другу что-то интересное. И если вы не зарабатываете денег, у вас нету бизнеса, вы не понимаете, как их вообще зарабатывают другие, как вообще сейчас это возможно делать, или в принципе вам крайне важно, крайне важно иметь возможность подсмотреть, и в этом процессе посмотреть, что могу сделать я. Да, я, например, не приготовлю такое вкусное блюдо сейчас, как готовит Юля, но я могу научиться готовить соус. Я могу потом в другой день учиться готовить еще что-то. И в конце концов у меня появится новый набор навыков, который даст мне следующий толчок, понимаете? То есть не все сразу строится, но нужно в эту тему себя погружать. Важно понять, откуда берутся деньги, понять именно стратегию мышления, понять, что на самом деле это очень простые действия. Ведь мы на марафоне разбираем денежные действия. Вы вообще поймете, что такое денежные действия. О чем это? Вы поймете, например, почему многие люди делают вот эти вещи, которые вы раньше о них слышали, видели, но вы не понимали, как это приносит деньги. Вот как это приносит деньги. Например, многие из тех, с кем я знакомлюсь, они считают, что я блогер и представляют меня как блогера. Вот Оля блогер, не понимая при этом, что у человека аккаунт в Инстаграме сегодня практически у каждого. И это не означает, что он блогер, это социальная сеть. Блогер – это человек, который зарабатывает деньги на своем блогинге, то есть он рассказывает про свою жизнь, он там снимает про свою жизнь. Чаще всего он является неким таким интересным персонажем, у которого есть аудитория, которая может быть интересна рекламодателю, и за это ему платят деньги. Это его основная направленность. У меня нету такого, я не показываю свою жизнь для того, чтобы платить деньги. Нет. Я эксперт по управлению реальностью, я создаю марафоны, я веду личные консультации, я развиваюсь в теме мышления. Но Инстаграм – это площадка, где я могу об этом рассказывать, где я могу показывать свой продукт, точно так же, как магазин Шанель показывает свои сумки. Мы же не скажем, что Шанель – это блогер, не скажем. И мы не скажем, что, например, когда смотрят, ну я не знаю, любой, например, кинотеатр или ресторан, это же не блогер, но о ресторане мы часто узнаем из странички в Инстаграме, потому что мы увидели красивые фотографии. Ресторан же не блогер, это маркетинговая площадка. Маркетинговая площадка. И вот многие люди тоже этого не понимают, и не понимают, как эту площадку использовать. Кто-то считает, например, когда что-то начинает делать, что у него только тысячу подписчиков, его друзей, знакомых, и он, например, никак не может это использовать для маркетинга и очень сильно ошибается. Не понимая, как работают мозги людей, которые придумывают бизнесы, которые работают, невозможно ничего сделать. Но даже люди, которые придумывают бизнесы, в какой-то момент работают, а потом стопорятся либо на одном уровне, либо из-за страха теряют все, тоже требуют толчка. Ну, вот знаете, как напоминание. Вот я знаю много таких людей, например, которые раньше чем-то занимались, были успешны, а потом что-то произошло, и у них потерялась вера, у них потерялась самооценка, бывает, понятие, что-то произошло, что заставило человека уйти вовнутрь, и он не может начать. Вот он просто не может начать. Он вроде бы головой понимает, а начать не может. Так вот, марафоны в этом случае тоже отличное место, потому что, если ты себя туда засовываешь и договариваешься с собой, я буду просто делать то, что говорят. Ну, вот просто. Ну, вот приду и попробую, но обещаю себе, что я буду делать каждый день, выполнять то задание. Вот тогда все интересное начинается. Я дам вам пример хорошей еще по спорту. Я всегда занималась какими-то физическими упражнениями, ходила, не ходила в залы, и так далее. Всегда были какие-то моменты, да, там, то денег нету на абонемент, то у меня времени не хватает, то, значит, там что-то болит. Вот. И такими периодами, но тем не менее, в моей жизни всегда был спорт. Потом, после тренажерного зала, как-то я случайно попала на групповые занятия, которые всегда считала вообще не своей темой, появился классный тренер, и мне стало интересно. Я стала ходить и тренироваться. Потом начался локдаун. Очень сложно было заставить тебя тренироваться дома, да, для нас вообще формат дома, как мы привыкли куда-то бежать, дома нет, дома у нас собаки, дети, козы, свиньи, нам вообще не до этого. И вот я попала в Италию. Не локдаун. Я попала в Италию, я попала не в свой дом, я попала совсем не в те условия, у меня здесь ничего нету, здесь нету никаких групповых занятий, короче говоря, ничего нет. И в какой-то момент я поняла, что я хочу тренироваться. Я хочу тренироваться. И знаете, что я сделала? Первым делом, самое простое, что я могла сделать, я выгнала себя на улицу бегать. Бег. Выгнала. Почему? Потому что мне было очень непривычно, что дома есть и мои дети, дома есть моя подруга Юля, есть ее сын, есть целый движ. Ну, это сложно. Плюс еще есть некое психологическое состояние, некая работа, это, короче, много всего, ну, куда тут до тренировок? Ну, тут вообще не до тренировок, ну, совсем. Я подумала, ну, окей, дома не до тренировок, но из дома-то я могу выбежать. И так я начала бегать. Пробегав какое-то время, я подумала, ну, могу я хотя бы найти 10-15 минут пресс покачать. Ну, бегаю хорошо, но было бы неплохо. Я начала качать пресс. Пресс качать было одно и скучно. Я нашла на Ютюбе видео коротких тренировок по прессу. И так я нашла тренера, который, ну, понравился мне. Как-то вот я почувствовала ее по темпераменту, мы оказались чем-то похожи. Просто такое же видео на Ютюб, как вы там смотрите сейчас это. У человека было большое количество видео. Я начала смотреть, интересоваться, увидела, что там целые программы и марафоны. И я начала тренироваться просто по Ютюб видео, включая каждый день одно видео. То, о чем я говорю вам. Хотите тренировать мозг, смотрите каждый день одно мое видео. И что произошло? Я перешла на ежедневный график тренировок. Шесть раз в неделю я тренируюсь, потому что мне нравится. Я нашла возможность тренироваться дома. Да, иногда, когда я тренируюсь вот здесь, на этой кухне, тут у меня Юля может что-то готовить, тут могут дети заниматься своей школой. Не важно. Я взяла наушники, положила свой коврик, купила себе гантельки и спокойно свой час тренируюсь. Час бегаю, час тренируюсь. И все прекрасно. И я вошла в эту колею, у меня не волнует, гладят, сушат, кричат, визжат. У меня есть моя цель. Я просто знаю, что я это делаю. Как вы думаете, получила ли я результат? Конечно, да. Результат я получила в виде красивого, подтянутого, стройного тела, которое с каждым днем становится все лучше и лучше. Скажите, важно ли женщине чувствовать себя красивой? Важно. Важно ли, когда она реально понимает, что это не просто она красивая, она работает над собой для того, чтобы это было ее? Как я часто говорю, в 20 бывает так, что мы просто, ну, это природа. Когда женщина красива 30, 35, 40 и дальше, это ее работа над собой. То же самое происходит и с деньгами, и со всем остальным. Бывает, что нам везет, и нам просто дают какую-то хорошую зарплату на время. Бывает, что у нас что-то получается с проектом. Но на самом деле, когда вы учите свой мозг видеть деньги, тогда вы показываете ему, что как много возможностей есть вокруг, когда вы заряжаете себя, вот тогда вы начинаете получать стабильный результат. И даже если у вас происходят какие-то провалы, вы точно знаете, что окей, с этим не получилось, тут сейчас не в тему, но я сейчас создам что-то новое. И вот про это я, собственно, и собираюсь рассказать, показать и включить вас в марафоне 30 денежных действий, который стартует уже совсем скоро, в нашем случае, 20 июня. И я вас приглашаю. Стоимость марафона доступна абсолютно каждому. Вот абсолютно каждому. За 30 дней цена просто смешная. Сделала я это исключительно для того, чтобы помочь вам прокачать ваш мозг. Я люблю, когда у нас есть большие группы, я люблю, когда у нас есть много кейсов, я люблю, когда у нас есть энергия, и я люблю, когда ко мне приходят люди, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому, если вы среди них, приходите. Если вы смотрите это видео на YouTube, то ссылка на марафон будет находиться под видео. Если вы смотрите это видео в Instagram, то будет ссылочка находиться в шапках моего профиля. В любом случае, я уверена, что вы справитесь с этой непростой задачей найти ссылку. Жду вас, мои дорогие друзья, и уверена, что мы проведем с вами классную работу. Усих широк поднимаю, люблю, и до застричи.